продолжаем наш урок сейчас мы допишем чуть-чуть наш предыдущий вариант добавим процедуру fatal error нам необходимо чтобы после любой неудачной инициализации там opengl, sdl или glyph в библиотеке нам выходила программа завершала свою работу желательно с описанием что случилось так как впоследствии могут быть небесказуемые последствия вплоть до зависания компьютера а нам это не нужно ну и соответственно при запуске программы где нет допустим opengl программа напишет что данная машина не поддерживает opengl и выйдет из приложения сейчас заменяем все опросы проверки нашей процедуры fatal error и продолжаем дальше наш урок как работает координаты экрана монитора не соответствует opengl координатам 00 соответствует низу лево низ и левый экран середина экрана всегда будет 00 меняя координаты можете поиграться понять как это все работает ну а мы продолжим дальше нам эта процедура не нужна мы ее уничтожим а теперь мы это удаляем создаем класс спрайт класс спрайт в закрытом видимости превейт будет у нас хранится x y координата высота и ширина спрайта добавляем спрайт x и у высоту и ширину описа наше с класс спрайт функциями драф и нит для инициализации и для вывода спрайта высота ширина x и у кординаты спрятана от прямого изменения поэтому находятся они превейт прямого доступа пользователя к этим координатам добавляем наш спрайт добавляем наш спрайт глэф переменную буфера угнуляем буфер если если буфер не существует генерируем ее процедурой openGL GLGEN буфер точнее привязываем к нашей переменной буфер точка 1 теперь создаем вертекс точнее вершину 12 вершин потому что у нас на каждую координату xy координата то есть две вершины две точнее координаты одна вершина две координаты у нас всего 6 вершин по 3 на каждый треугольник этого получается 6 и нужно 2 12 путем копирования создаем 12 вершин и прописываем смещение координаты xy в зависимости какой верши какая точке вершина относится напоминаю что 0 это x 1 это y следующая идет опять x вторая идет y таким образом первый треугольник у нас будет смещение только по первой точке по ширине и высоте следующая только по высоте и третья точка будет соответствовать xy второй треугольник будет две точки одинаковые а третья точка будет отличаться вот посмотрим на рисунок в общем первая координата и соответственно вторая третья треугольник первая координата вторая координата ну и третья xy координата маленькая неправильно добавить ага все OpenGL позволяет привязывать множество вуферов есть у них разные типы мы можем привязать GL Array буфер к нашему вуферу с помощью GL Binder GL Binder с этого момента любая вызов использующий буфер будет работать с VBO теперь мы можем вызвать GL буфер дата для копирования вершин данных в этот буфер где заяц off наша вершина вертекс передавать будет наш размер в байтах следующая ссылка идет на наш массив с точками и дальше идет режим вывода GL static draft данные либо никогда не будет меняться или будет меняться очень редко еще есть GL dynamic draft но мы ими не будем пользоваться все они для чего-то нужны нам отвязываем наш буфер включаем в диструкторе прописываем удаление буфера через команду GR для этого буфера теперь будем редактировать наш функцию draft в спрайте и уже наконец-то вводить что-то хоть подобное на красивое так включаем наш буфер команды GL build GEL enable вертекс арей включаем говорим что мы передаем локация ноль слой ноль дальше команды GL вертекс атрибут pointer передаем следующий параметры первый аргумент говорит что мы используем слой ноль нужно прописать второй аргумент говорит что мы используем вершину xy корень точнее 2 байта байт имеет размерность float и GL фэллс говорит нормализовать не нужно последовательность у нас ноль шага у нас треугольник вводится драфарай включаем функцию треугольника и имеет он 6 вершин отключаем вертекс и отключаем наш пуфер можно попробовать что-то нарисовать прописываем спрайт создаем нас в игре спрайт спрайт звучало и инициируем его после инициации самого сделала если раньше это сделать то скорее будет ошибка пишем инициируем минус 1 минус 1 минус 1 и называем его между удалением между очисткой экрана и удалением буфера ошибка ошибка пять секунд очипятка вышла так еще что все так что у нас свит с вершинами у нас косяк а вот вижу нумерацию не пропечатал 6 7 8 9 10 11 проверяем так все так и должно быть минус 1 это у нас начало экрана и плюс 1 у нас 0 0 становится конец экрана давайте попробуем что менять сделаем шириной 2 точнее на 2 получается на весь экран будет у нас спрайт ну все в принципе мы только что вывели спрайт на всю ширину экрана давайте еще проверим что у нас показывают координаты мышки при старте у нас разрешение экрана разрешение экрана 1024 на 768 при наведении центра в центре должно быть ровно половину этих высоты и ширины сейчас проверим да именно так она есть ну чтож подписывайтесь на канал ставьте лайк понравилось дислайк в общем до встречи в следующих видео в следующем видео мы научимся уже вводить что-то более существенно спрайт а не какой-то белый квадратик